Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно. У нас сегодня видео, состоящее из двух, да даже, наверное, из трех компонентов. Сначала будет вступление, и немножко расскажу про то, как я съездил в Санкт-Петербург. Потом будет часть, в котором я сделаю распаковку набора от Куркджана с восьмью ароматами. И у меня есть еще один, то есть поговорим про девять ароматов, ну так кратенько, хотя как пойдет. И потом будут небольшие слепые затесты на шесть ароматов. На прошлой неделе не было видео, я предупреждал вас, летом хочу иногда отдыхать чуть больше, потому что я как-то задал вот эту планку много видео выпускать, и каждую неделю непременно, они еще, как правило, у меня длинные. Вот, думаю, летом я могу себе позволить чуть-чуть пододохнуть, а дальше как пойдет. Не хотелось мне заниматься ни монтажом, ни загрузкой видео. На самом деле и было какое-то количество идей, какие классные видео можно снять в Петербурге. И отгадайте, сколько я снял? Ноль. Решил прям полноценно отдохнуть. Давайте в качестве некоторой компенсации все-таки я вам расскажу про несколько мест, которые я посетил в Петербурге, и которые могу порекомендовать к посещению вам. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, воняешь, кстати, там недавно стукнуло 5000, приятно, приятно. И был розыгрыш, у меня на канале иногда случаются розыгрыши, так что подписывайтесь, если еще нет, снизу будет ссылочка. Так вот, и там я делился какими-то впечатлениями о каких-то ресторанах, ну, сегодня подсоберу все свои главные яркие моменты из последней поездки. Вообще Петербург, наверное, мой второй по любви город в России. Очень горячо люблю, мне кажется, он в каком-то смысле, я так часто там бывал, что уже тоже родной для меня, хотя я никогда не жил в Петербурге, я родился и всю жизнь живу в Москве. Но раз в год съездить в Петербург, это маст для меня, который я не нарушаю. В этом году мы поехали с коллегами, у меня есть небольшая интервизорская группа, уже лет 6-7 мы постоянно раз в 3 недели встречаемся, и вот изредка выезжаем куда-нибудь на выездные корпоративы. Поэтому вот в этот раз, как и 2 года назад, мы решили повторить нашу поездку в Петербург и вместе потусоваться по ресторанчикам, по кафешкам, по барам. Там раньше еще были танцы, но в этот раз без танцев. Итак, первая моя рекомендация – ресторан Комманс. Он находится на набережной Грибоедова. Это малюсенький ресторан, но при этом он существует уже какое-то значительное время, мне кажется, лет 5. Я там был второй раз, вот как раз год назад я был в нем на первых своих сетах. До этого я никогда не ходил в рестораны на сеты. Это когда ты не выбираешь по меню, оплачиваешь какую-то фиксированную сумму за сет, и тебе один за одним приносят какие-то блюда. Они, как правило, более экспериментальные, какие-то более интересные, небольшие по порции. Но так как сет включает в себя 11 позиций именно в Комманс, то, в принципе, наесться более-менее можно. Год назад, когда я впервые сходил на сет, я получил восторг. После этого я несколько раз уже в Москве ходил на разные сеты и нигде вот такого удовольствия не получал. Допустим, в Бьерн я ходил, мне что-то как-то он не впечатлил. А вот в Коммансе как-то хорошо, и я даже немножко опасался идти туда второй раз. Нет, все по-прежнему супер. Я думаю, что параллельно сейчас будут мелькать какие-нибудь фотографии блюд. Такая доступная в целом, не какая-то супер мудреная, но с хитринкой еда. Прикольное сочетание вкусов. Плюс, за что я еще люблю сеты, у меня, в принципе, в жизни довольно много гастрономических ограничений. Ну, там, большую часть морепродуктов я не ем. Всякие внутренности, ливер я не ем. Сырое мясо не очень люблю. Но, когда это в сете, я думаю, ну, сет так сет, надо есть. И тем самым я пространство гастрономического расширяю. Сам ресторан небольшой, всего на 9 столов. И это очень так уютненько, он прямо на набережной находится. Суперское обслуживание, кухня при вас, все видно. И самое главное, сет, ну, по крайней мере, по московским меркам, хотя, мне кажется, и по петербургским, стоит очень недорого. 4,5 тысячи за 11 смен блюд высокой кухни. Одно из которых шикарнейший хлеб с маслом и солью крупного помола. Мне кажется, у них самый-самый вкусный хлеб. Они тоже его пекут сами. Второе место, которое я порекомендую, это ресторан Нола. Это ресторан новоорлеанской кухни. Не часто такое встретишь. Ну, то есть, как бы, французская кухня, адаптированная на американский манер. Наверное, так можно сказать. Он выглядит в стиле такого бара а-ля Great Gatsby за Зазу. Там такой зеленый посередине бар, и вокруг стоят столики. Очень классный такой антураж. Хорошее такое ресторанное обслуживание. Не дешевое. Там не запредельно дорого, но порции маленькие. Поэтому, в целом, чтобы там насытиться, нужно потратить довольно много денег. И большой такой модельный ряд, хочется сказать, коктейлей. Я в который раз понял, что коктейли я не очень люблю. Как-то вот я как в детстве, знаете, смешаешь апельсиновый сок с ананасным и со спрайтом. И вот тебе коктейль. Вот я куда ни приду, мне кажется, коктейли примерно по тому же принципу такой мешанинки делаются. Поэтому я больше предпочитаю пить либо вино, либо какой-нибудь крепкий алкоголь. И, кстати, там я впервые в своей жизни попробовал абсент не просто рюмочкой, а вот с таким красивым ритуалом, когда на решеточке сахар плавит, все вниз там спадает. Красиво. Из еды я могу точно порекомендовать запеченный камамбер. Если у меня будет фотография, я его вставлю. Очень красиво. Он так с малинкой подается. Такой тоненький слоек этого камамбера на поджаренном хлебушке. Это просто чума, как вкусно. Находится он по адресу Волынский, переулок 2. Это буквально возле Дворцовой площади. Если вам что-нибудь это скажет, на этом месте раньше существовал ресторан Гамлеттен Джек. Тоже классное место, которое вот два года назад нам удалось там побывать. К сожалению, оно закрылось. Чтобы немножко понизить такой пафос предлагаемых мною мест, третье место это супер демократичное, я бы даже сказал страшненькое, рюмочное в подземелье. Называется Рюмка и Лаваш. Находится в самом центре буквально в одной минуте или в двух от Дворцовой площади. Машков переулок 5. Это такая рюмочная. Она находится возле супермаркета. И вот такой вот темненький-темненький подвальчик. Но как-то так случается, что всегда, если я веселюсь в Петербурге, то там все заканчивается. Потому что всегда пьяненьким хочется прогуляться на Дворцовую. Про нее сейчас отдельно скажу. И как-то вот ноги сами с собой туда заскакивают, где можно водочку, текилку, настойку какую-нибудь взять за не очень дорого. Воспользоваться уборной, которая там только для посетителей. И на удивление, там всегда очень радушные такие работают сотрудники. Ну, чтобы вы понимали, ничего модного там, современного, гастрономичного в этом месте нет. Но я обожаю его за его атмосферу. Это просто какая-то жемчужина. Я так всегда люблю, когда места классные, но при этом не хипстерские. То есть, это какая-то забегаловка, но она существует там десятилетиями, наверное. И мне так приятно, что я знаю, что каждый раз, когда я иду гулять на Дворцовую площадь, мои ноги сами меня выведут в эту рюмочную. И я с удовольствием туда заскочу. Напишите, подмигните мне, если кто-нибудь, хоть один человек, кроме меня, знает про существование этой невзрачной рюмочной. Вот я ее почему-то очень люблю. Четвертая моя рекомендация по Петербургу. Не будет оригинальной. Дворцовая площадь. Обожаю Дворцовую площадь. Там какой-то вот дух такой классный, такой вот свободы и расслабленности. Я обязательно прихожу туда послушать уличных музыкантов. Я истребил в себе сноба, который закатывает глаза от уличных музыкантов. Мне иногда прикольно постоять, послушать, потанцевать с друзьями, пообниматься, похлопать, денежку закинуть музыкантам. У всего этого есть какое-то классное, суперское настроение. Особенно, когда ты в небольшом подпитии. И плюс Дворцовая площадь очень красивая. Можно немножко завернуть к Неве, посмотреть на стрелку Васильевского острова. А потом через эту прекрасную арку, которая находится... Как там инженерный корпус... Господи, что с моей памятью? Инженерный корпус Эрмитажа. И сквот, это там такая косая арка. Очень красиво и сквот с него пройти. И уже пойти по Невскому вверх или по Морской вбок. Ну вот, короче, это такой самый центр, конечно, туристический. Ну а кто я, если не турист, чтобы лишать себя этого удовольствия? По музеям. Всегда ходил в художественные, раньше, музеи. Тот же Эрмитаж, который я искренне люблю. Тот же Русский музей, и в этот раз туда тоже заскочили. Но рассказать я сегодня хочу про Этнографический музей. Он находится на той же площади, где находится, собственно, Русский музей. И огромный-огромный музей с таким прекрасным залом из мрамора. Сейчас тоже вставлю фотографию, который сам по себе уже доставляет какое-то эстетическое такое удовольствие. А если свернуть, то там история народов Российской империи, Советского Союза и современной России. И каждому народу посвящен какой-то зал. И все это сделано довольно современно, с такой какой-то любовью. Не слишком нафталинно, но при этом и не слишком, знаете, я не люблю, когда музей совсем уж уходит в какой-то интерактив. Это я помню где-то, дай бог памяти, в Туле мы пошли в музей какой-то, посвященный промышленности или что-то такое. И ты ходишь, и просто везде тебе показывают какую-то скучнейшую лекцию. Ну и что-то там подсвечивается. Ну типа супер, классно, что у нас все такое интерактивное. Но это тоже уже для меня никакого удовольствия от посещения такого музея нет. Нет, здесь это такой классический музей в красивых интерьерах. Все красиво, супер, какие-то роспись такие советско-модерновые. Короче, получил удовольствие. Единственное, тоже в плане сервиса есть вопросики. Нам хотелось купить платную экскурсию на двух человек. Казалось бы, недешево. Вот люди с деньгами к вам пришли. Но нет, сегодня экскурсоводов нету. А когда будет, непонятно. А смотрите на сайте и вообще берите аудиогид. Ну такое себе. Ну, с другой стороны, наверное, летом все уходят в отпуска отдыхать. С превеликим удовольствием вернулся я в Москву. Москву я тоже люблю. Как-то все-таки здесь вот как-то все родное. Все такое чистенькое. Все такое красивенькое. Еще спала немного жара. Хотя у меня все равно душновато. Вот сегодня дождик. И вот вся эта зелень московская. А Москва все-таки очень зеленый город. Москвичи, давайте это ценить. Мало на свете таких зеленых городов. И вот все это пахнет таким летней свежестью. Конечно, хочется на дачу. Но сейчас только дел, что я, кажется, в ближайшую недельку и не успею туда доехать. Но ничего, когда еду, так доеду. Если я раскраснеюсь к концу видео, то это не от того, что я выпил рюмочку. И даже не от того, что вспомнил пару рюмочек в рюмка и лаваш. А потому что все-таки, вот я повторюсь, некоторая духота. Хотя и дождь. А менять свой наряд уже посреди видео не хочется. Хотя, если совсем запарюсь, то сделаю это. Ну что, давайте переходить ко второй части нашего видео. И у нас набор Курджана. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, конечно, уже видели, что у меня есть этот набор. Те, кто подписаны на мой бусте, видели первичную распаковку этого набора. А сегодня я вам еще разок покажу, как он выглядит. И про каждый аромат мы с вами побеседуем. Где я брал этот набор? Конечно, на моем любимом сайте. Рандеву, с которым я сотрудничаю, так сказать, плотником. Ну, давайте сразу. На рандеву есть мой промокодик 10DUSHNO, предоставляющий скидку на все. Начиная от покупки в 2500 рублей. Не забывайте, пожалуйста, использовать мой промокод. Мне это тоже важно и приятно. Люблю рандеву за большой ассортимент, за возможность отслеживать ароматы. Я всегда добавляю в избранные какие-то позиции, которые мне нравятся и, допустим, которых нет в наличии. Потом мне приходит оповещение, что они появились. Плюс какие-то позиции дорожают, понятно, мы живем в такое время, когда инфляция есть. А какие-то дешевеют. Допустим, вот этот набор, про который я сегодня буду говорить, на тыщенку подешевел с того момента, как я его заказывал. Тыщенка приятно. А еще практически все ароматы, про которые мы будем сегодня говорить, представлены на рандеву в самых разных объемах. Как во флаконах, так и в родных миниатюрах, собственно, которые мы сегодня и будем изучать по 11 мл. Так и в сэмплах от самого рандеву по 1,5 мл или по 8 мл. Так что, если с каким-то ароматом вам захочется познакомиться, совсем не обязательно сразу покупать флакон. Небольшое вступление про саму марку. Maison Francis Courjane. Курджанчик любимый. И уважаемый мною. Мне кажется, классный такой парфюмер нашей современности, который делает хиты. В том числе хиты какие-то абсолютно невероятные. Попробуй посоревноваться в хитовости с бакарой, которая сегодня, кстати, будет. Да невозможно соревноваться. Это аромат, создавший целое направление бакароидных этих ароматов. Знаю, не все их любят, но, хотим мы этого или нет, влияние на парфюмерный мир этот аромат оказал, мне кажется, очень значительное. Собственно, наборчик. Еще с незапамятных времен, как мне кажется, еще до того, как у меня появился YouTube канал, я видел эти наборы. Есть такой набор женский, есть мужской. По-моему, еще есть разные тематические, но давайте вот на этих гендерных остановимся. Они, кстати, частично пересекаются. То есть, допустим, Аква Юниверсалис и бакара есть и в мужском, и в женском. Мало того, из года в год состав этих наборов меняется. Вот меня раньше останавливало, допустим, заказывать его, чтобы в мужском был и бакара, и бакара экстракт. Что-то мне казалось, что это ту матч. А сейчас я думаю, что я бы, кстати, с удовольствием бакару экстракт тоже бы поносил, потому что много кто пишет, что она хороша. Чехольчик я покупал отдельно, и теперь вот он у меня для всех этих ароматов. Я просто достаю эти 11 миллилитров, выбираю тот аромат, который мне нужен, и этот чехольчик ношу с собой. Чехольчик, как видите, немножко потрепался за это время, но действительно для меня флаконы это очень функциональная вещь. Поэтому я хожу с рюкзаком, и туда летит и целые флаконы, и какие-то кофры, и все это там бултыхается. Поэтому как бы, ну, я не аккуратничаю. Мне кажется, это не та деталь интерьера, на которую нужно поставить и молиться. Поэтому это нормально, что у него появляются какие-то шрамы и потертости. Ну, не знаю, мне кажется, это даже наоборот делает этот кофр каким-то родным. Вот он прям мой. Все эти царапины, весь этот узор из царапин, он как бы сформирован моим использованием этого кофра. Господи, сложно сказал, но вы поняли, про что я. К сожалению, в этом наборе на 8 ароматов такого кофра не идет. С другой стороны, конечно бы, набор тогда стоил еще дороже. Вот, ну, было бы как-то более целостно, что ли. Вот, допустим, у Killian в набор идет такой кофр. Вот я, кстати, Killian тоже хочу познакомиться с маркой. У самой марки вот такой очень интересный вайп. Мне кажется, это, конечно, люкс в нише. То есть, это нишевая марка с нишевыми ценами, которая транслирует очень люксовые какие-то ценности. Не то противопоставление люкса и ниши, которые используют парк маньяки, что как будто бы ниша это что-то повыше и покруче, а люкс это что-то, ну, такое поскромнее, на полках в летуале стоит. Нет, это люкс в таком понимании, что это что-то дорогое, роскошное, красивое, и то, что хочется себе купить, чтобы соответствовать какому-то, ну, не знаю, статусу материальному, или чувствовать себя окруженным дорогими красивыми вещами. Я, кстати, вот этот снобизм по поводу этого подхода, что это вещизм, что это там тру-ля-ля, мы сейчас закатаем глаза, все фигня. Я себе с какого-то момента стал позволять очаровываться ДНК марки, если эта марка транслирует что-то такое, что этот флакон сделает тебя богатым, то я с удовольствием беру этот флакон и такой, ну, как будто бы, правда, чуть-чуть побогаче стал. Вот, я понимаю, что это фигня, но почему бы в это не поиграться, если это немножко добавит каких-то эмоций в вашу жизнь. И действительно, к Курджану, начиная от упаковки и заканчивая самими ароматами, как будто бы удается поддерживать вот это ощущение богатства и дороговизны. При том, что совсем не все ароматы мне подошли, совсем не все ароматы я буду носить, но почти ото всех из них вот какое-то такое ощущение финансового благополучия исходит. Может ли быть, что я себе нафантазировал это и запрограммировал себя? Да, может быть, можете даже не ворочать в комментариях. Я, правда, это допускаю, но мне так веселее. В каком-то смысле, мне кажется, более-менее на той же поляне есть еще две марки. Это Киллиан и Том Форс. Мне кажется, они все вот примерно вот на одну аудиторию работают. Ну, давайте уже про сам набор. Вот такой вот наборчик. Сначала у нас идет первая картонка. В ней вот такой вот богатый белый кофр. Он весь уже какой-то немножко заляпанный, покоцанный. Ну, потому что тоже я его и в Питер возил, собственно, там я эти ароматы в основном и носил. И в рюкзаке носил. И, ну, собственно, белизны свадебной не сохранилось. Я очень аккуратно его открываю, потому что они имеют тенденцию, если сильно их трясти, не очень. Ничего не разбил, и слава богу. Они имеют тенденцию, если сильно их трясти, немножко выскакивать. Ну, вот давайте так. Блин, я уже боюсь, что он сейчас выпадет. Ну, вот как-то так выглядит это все. Видите, цветастые, симпатичные. И сейчас один за одним мы по ним и пройдемся. Давайте только про цену я скажу. Так вот, я сказал, что он стал чуть подешевле. Сейчас на сайте Рандеву такой набор стоит 26-125, минус мои 10%. То есть он получится меньше 24 тысяч рублей. Типа 23 800, где-то так. Я считаю, это очень хорошая цена. Даже если мы посчитаем из расчета, сколько выходит каждый фунфирик. По отдельности они стоят по 5-6, а некоторые ароматы и дороже. Да, а здесь у нас получается, ну, там, 24 разделить на 8, то по 3 тысячи. Да, да, по 3 тысячи за фунфирик. Это шикарная цена. Если, во-первых, вы знаете, где раздобытели, у вас есть такой кофер. Во-вторых, если вам интересна марка и хочется углубить с ней знакомство. Либо если вы паркманьяк и у вас слишком много флаконов и флаконы новые не нужны, то мне кажется, что вот эти коробочки вполне обеспечивают такой закрытый вопрос с этой маркой. Кстати, от нескольких из этих миниатюр я наверняка буду избавляться. И на их место, на том же сайте рандеву, буду подзаказывать новые фунфырики. Какие-то, знакомиться с новыми ароматами. Предлагаю переходить к первому аромату. Первый аромат, он у меня заправлен прямо уже в кофре. Это Gentle Fluidity Gold. Gentle Fluidity это аромат, такая под линейкой, которая состоит, по крайней мере, из двух ароматов. Gold и Silver. И один из них, мне кажется, откровенно мужским. Silver, про него мы поговорим чуть позже. Один, Gentle Fluidity Gold. Как мне представляется, вполне себе женский аромат. Хотя я носил его с удовольствием. Но вообще, гендерная направленность этой коробки, она какая-то такая спорная. Но Францис предлагает нам через этот набор двигать гендерные рамки, очевидно. Кто-то мне в комментариях сказал, что линейка Gentle Fluidity Gold и Silver, что ее фишка в том, что одни и те же компоненты, но сильно в разной балансировке использованы. И в итоге получились два таких разных аромата. За что купил, за то продаю. Я эту информацию не проверял. Но, конечно, обращаюсь на себя внимание, насколько эти два аромата разные. Они вообще друг на друга не похожи примерно ничем. Я когда первый раз брызнул, собственно, Gold, мне показалось, что он вообще пахнет вишней. И даже какой-то своей частью меня отнесло в Lost Cherry. Понятно, что не дословно, потому что здесь намного больше ванили. И на фрагрантике, если мы откроем ванили, это самая популярная нота. И вообще он больше в шарик сливочного, густого, вкусного мороженого в конце переходит. Может быть, с шоколадной крошкой. Тоже в пирамиде никакого шоколада нет. Зато есть мускатный орех. Но какая-то шоколадная крошка мне здесь есть. Да, это мороженое с шоколадной крошкой. Ой, я люблю такое. Вот эта вишневая кислинка, такая немножко цианидная, она дает ему вот такой несущей звонкости какой-то. Вот он прям так разносится. Я первые разы не понял, почему-то мне показалось, что это такая просто банальная какая-то сладкая гурманика. Но потом, летом, ну, собственно, когда, если не сейчас, на тепле я его носил, и было очень красиво. И вот это то, как часто получается у Кургджана. Вроде бы просто, вроде бы ничего особенного. Но почему так красиво? И это вот абсолютно тот случай. Мои первые мысли об этом аромате были, что, наверное, он мне не нужен, наверное, слишком это все сладко и по-женски, может быть, для меня. Кстати, ну да, вот пользователи фрагрантики тоже тяготеют к женской линии этого аромата. Но, послушайте, я что-то подумал, а у меня такого ничего нету. Да пусть будет. Может быть, даже прикольно, что вот такой сладкий, няшный аромат на мужчинах может выдавать такое контрастное звучание, наоборот, интересное. Я вообще всегда за то, чтобы девушки пробовали иногда носить брутальные ароматы, а парни иногда более феминные. Потому что, мне кажется, вот происходит какая-то интересная игра на стыке. Я буду еще показывать, какой остаточек от каждого флакона у меня остался. Ну, они прям не доверху были, но вот, я не знаю, я думаю, что миллилитра 3 я точно сносил. И сносил с удовольствием и буду продолжать носить. Этому аромату, я говорю, лайк, он мне понравился. Кто-то у меня интересовался в Телеграме, а, кстати, как мне голд? Я сказал, не, фигня сладкая. Нет, все, я поменял свое представление о нем. Да, это просто красивая гурманика ванильная, но она сделана очень-очень красиво. Забыл сказать, всегда интересно, как пахнет этот кофр. Сильнее всего здесь оседает бакара и утсатин муд. Ну, понятно, самые такие громкие ароматы. И иногда ты уже пару дней носишь какой-нибудь другой, открываешь, а от кофра пахнет, собственно, бакарой. Ну и начали мы с Gentle Fluidity Gold. Давайте перейдем к Gentle Fluidity Silver. Мне сразу понравился этот аромат. Я, когда его впервые нанес, меня унесло вообще куда-то в мимозу или в липу, но выполненную в таком мужском стиле. То есть не очень сладкую, не очень цветочную, но вот это какая-то даже немножко бесячая нотка желтых цветов, как будто бы мне здесь была. Потом я открыл пирамиду, увидел, что самая популярная здесь это ягоды можжевельника. Как-то подотпустила меня с липой, хотя иногда по-прежнему я нюхаю и думаю, что ну и пускай мне кажется липа, пускай ее нету в пирамиде. Кто мне мешает ее здесь слышать? Это горький, очень брутальный аромат, который отсылает, очевидно, к какой-то мужской классике. Вот сейчас посмотрю, с чем его сравнивают. Ну вот с Карвен сравнивают, с каким-то Кридом. Ну ничего такого прям очевидно яркого я здесь не вижу, ну бог бы с ним. Но я его когда впервые понюхал, я конечно подумал, что я это уже где-то слышал. То есть вот есть ощущение какого-то батькиного одеколона из 90-х. Даже причем не моего батьки, а вот какого-то такого коллективного батьки. Конечно он брутальненький и когда я написал про него у себя в телеграме, удивился, что довольно большое количество девушек считывают его как допустимый к носке и для себя. Мне кажется он прям мужской-мужской, но опять-таки этот контраст. Он громкий, он шлейфовый, он такой горький. Действительно вот если можжевельник, то он может быть пахнет таким джин тоником с можжевеловой какой-то веточкой, где джина щедро больше, да, может быть чем обычно положено в этом коктейле. Ну вот что-то такое. Это опять тот аромат, когда все просто, все понятно, но звучит очень дорого, богато и породисто. Я его надевал в жару. В жару он чуть-чуть подхлопывается. На среднюю такую летнюю погоду он прям бесконечно шлейфит, так что можно аккуратничать. На вещах он застревает тоже очень долго. Красивый классический мужской аромат. Я думаю, что если вы страшно богаты и собираетесь кому-то делать парфюмерный подарок, то вот именно этот аромат можно рассмотреть как универсальный подарок для взрослого мужчины. Почему-то думаю, что вряд ли он кому-то может не понравиться. Ношу не часто, но я как-то так сразу в него влюбился и пару дней подряд очень сильно его поносил. И как будто бы мне нужна пауза от него. И может быть мне интересно попробовать его в какое-то другое время года. По миллилитражу сносил я примерно столько же, сколько и голода. Ну, на мой взгляд, 2-3 миллилитра. Едем дальше. Один из ароматов, ради которого я покупал этот флакон, потому что когда-то он меня очень сильно впечатлил, это Грансуар. Красивый, амбровый, сладкий. Какая-то у меня ассоциация странная, что вот знаете, вот вы можете намазать, ну, какой-нибудь мед на палец, и вот он прям будет вот стягивать палец, такой вот густой будет. Вот бывают такие густые ароматы. А бывает какое-нибудь легкое масло. Ты его наносишь, и вроде бы он такой маслянистый, но это вот масло, оно как-то вот не дает жирности какой-то. А вот так быстренько так ложится, такой какой-то пленочкой аккуратной. Вот как будто бы вот этот аромат этой пленочкой и ложится. Я слышу здесь на самом деле какие-то фрукты, которых, по-моему, все-таки здесь нету. Сейчас я посмотрю точно. Ну да, никаких фруктов в пирамиде нету. Есть амбра и ваниль, бензоин, танка, лабданум и лаванды. Лаванды, кстати, я здесь не слышу. Я понял, какие фрукты я слышу в Грансуа. Это даже не фрукты, это сухофрукты, а именно финики. Вот именно финики так обычно изображают в парфюмерии. И поэтому мне даже Грансуа, может быть, больше хочется сравнить не с Амбар Султаном, а с Араби. А еще больше я бы его сравнил с Desert Suave от Le Liquid Imaginaire. Причем я просмотрел сравнение. Разумеется, таких сравнений больше нет. В основном Грансуа сравнивать с какими-то культовыми амбрами, в том числе с Амбар Султаном. Ну вот, не знаю, мне не очень похоже. Вот мне он все-таки дает какой-то такой мякоть финика. Вполне себе вкусно. Но вот как-то поносил я этот аромат. В принципе, было красиво. Ну вот, чего-то, не знаю. Мне кажется, надо холодного времени дождаться, вот чтобы такой полноценный вердикт какой-то по нему вывести. Потому что, безусловно, я сейчас подпадаю под очарование марки, под очарование маэстро Курджана. Я как бы готов по многим ароматам петь ему Ода. И даже цена за флаконы часто, ну, в общем-то, конечно, сильно высокая. Хотел сказать, неадекватная. Но, с другой стороны, учитывая популярность марки, видимо, адекватная. Но, вот, несмотря на очарование этой марки, несмотря на то, что я про многие ароматы могу говорить, да, они простые, но они супер. Вот про Гранд Суар, хотя, казалось бы, я его так хотел, я так сказать не могу. Я бы, наверное, не стал брать его за такие деньги. Я бы, ну, тот же Амбар Султан лучше взял. Мне кажется, он интереснее. Но, повторюсь, возможно, мне нужно дождаться осени и поносить его еще. Но, тем не менее, вот по миллилитрам я сносил больше, чем предыдущие фунфурики. Наверное, миллилитра четыре я истратил. И пока ставлю его на паузу. Про следующие два аромата следует говорить как-то, не знаю, упоминая оба из них, так как они пересекаются для меня. Ну, первый это универсальная вода, Акву Юниверсалис. Она когда-то уже была у меня на обзоре в маленьком 5-миллилитровом таком смешном пузатике. И категорически он мне тогда не понравился. А сейчас, внезапно, летом, он мне больше зашел. Для меня эта универсальная вода пахнет мылом, ландышевым мылом в мыльнице. При этом тут, наверное, есть какие-нибудь еще альдегиды, потому что он такой немножко относит к какой-то старой парфюмерии. И вот какой-то такой общий цветочный, может быть, джасминовый какой-то вайб. То есть, опять-таки, и этот аромат, и следующий, про который я буду говорить, а это номер забыл, 724, они оба для меня скорее женские. Но если мужчина парфманьяк, а еще почему-то хочется сказать, что если мужчина одевается в классику, эти два аромата я очень вижу под белую рубашку с пиджаком, может быть, или просто под белую рубашку на голое тело. О, это было бы очень красиво, так элегантно и по-офисному. Но я белое не ношу, потому что первый же прием пищи закончится тем, что крошки и брызги полетят на эту белую рубашку. Ну и вообще рубашки я ношу не так уж и часто, по крайней мере, если мы говорим про рубашку, не как верхнюю одежду накинуть сверху, а как основную, да, на голое тело. Это мое восхищение и почтение тем, кто носит рубашки и умудряется оставлять их чистыми и наглаженными. Это целое искусство. По поводу универсальности этой воды, ну, не знаю. Наверное, это про какую-то такую классическую школу звучания этого аромата. Вот на мой не сильно искушенный ретро-ароматами нос этот аромат мог бы быть в каком-нибудь Шанель или Герлен. Ну, вот какая-то старая французская классика. Ну, как я сказал, что у меня второй подход сейчас к этому аромату. И динамика хорошая, да, в первый раз я его буквально оплевал. Сейчас он вызывает у меня ровные чувства. Я когда душусь этим ароматом, мне нормально. Он не вызывает у меня какого-то восторга. Я не кайфую от него. Ну, и какой-то неприязни он тоже не вызывает. Ну, как бы, да, ландышевая такая водица. Здесь еще лимон и бергамот. Но я, кстати, ни того, ни другого не слышу. Хотя, может быть, если представить такую легкую, горькую бергамотную корку из классического, опять-таки, какого-то аромата, то может быть. Больше про этот аромат не скажу. Это будет уже просто как-то натягивание совы на глобус. Чтобы не значило это жуткое выражение. Интересно, что 724 при первом моем подходе мне не понравился. Потому что он, ну, очень ядреный. И это аромат кондиционера Альпийские горы. Вот он прям пахнет вот этим порошком tight. Может быть, таким сухим. Даже, наверное, больше порошком, чем вот кондиционером. От него вот есть прям такое свежее покалывание носа. И этот аромат, конечно, встает в ряд классических ароматов чистоты. Наверное, самый популярный представитель этого направления это Blanche Байреда. Но Blanche Байреда мне выдает слишком много цветов. И меня от него как-то немножко подмут... Ну, даже мутит как-то. Ну, не сильно прям. Не то, чтобы до катастрофы какой-то доходят. Но носить его мне не захотелось. А вот 724 я носил пару раз меньше, чем вот другие ароматы, которые я показывал. Я, кстати, Aqua Universalis не показывал. Ну, тоже нормальный я ее поносил. Ну, миллилитра 3. 724 носил меньше. И он требует меньше пшиков. Потому что он очень такой мощный, насыщенный. Вот ты как бы прям этим порошком все вокруг тебя начинает пахнуть. Странно. Чуть-чуть здесь есть какие-то тошнотные тоже мускусы. Такие вот прям... Не знаю, как сказать. Ну, вот там прям их нюхаешь. И прям такой коварный аромат. Я думаю, что если с ним переборчить с пшиками... А это буквально, я думаю, третий-четвертый пшик уже будет лишний. То может и дурновато стать. Но как-то вот позавчера в нем провел весь день. Прям взял его с собой. Весь день ходил, бродил, ожирал петербургские булки. Освежался. Им тоже был какой-то дождик. И что-то было хорошо. Так что, наверное, учитывая, что на моей полке ароматов вот этого направления мало. То я думаю, что пускай он останется. Это хорошая работа. Хотя у меня в комментариях по отношению к нему возник вопрос. Если это обычный аромат чистоты, то почему он так дорого стоит? Почему нужно выбирать именно его? Ну, я ответил абсолютно так, как я считаю. Потому что у марки есть свой шарм и свое очарование. Если ты попал под этот шарм и очарование, пожалуйста, бери, плати денежки. Если не попал, можно взять что-нибудь подешевле. И плюс-минус это все будет звучать так же. Следующий аромат я не понял. И, наверное, один из тех, который мне не понравился. Наверное, вот таких антифаворита в этой подборке 2. И это один из них. Америс Ом. Я знаю, что у этого аромата есть какие-то вариации. По-моему, у него есть версия экстракт. Ну, давайте так. Давайте начнем с чего-нибудь хорошего. Он не зря занимает свое место в мужской подборке. Это, конечно, мужской аромат. Но вот есть какой-то тип мужских ароматов. Вот какие-то Шанель меня классические мужские туда относят. Я постоянно путаю. Может, Аллёр. Или Аллёр, по-моему. Но неважно. Которые вот пахнут каким-то мускусом. Не самым приятным. Вот, знаете, хочется назвать его пот на ладошке. Какой-то вот... Какой-то невкусной кожи. То есть, от него не пасет ничем неприятным. Да? Но какой-то вот... Это не то, чтобы аромат свежести для меня. И я подозреваю, что, может быть, мои рецепторы вот на какое-то вещество так реагируют. Да? Потому что вот ряд люкса я из-за этого не могу носить. Вот он у меня начинает на небе горчить. Те, кто на меня давно смотрят, вы наверняка слышали про меня. Что вот часть аромата вызывает у меня такую реакцию. Вот я его вздыхаю, и у меня какая-то такая горькая пленочка на небе появляется. Неприятная. И за всем этим я могу расследить цитрусы. Но, опять-таки, это не какие-то звонкие, красивые цитрусы. Нет, это, ну, такой выдавленный лимон из чашки чая черного с лимоном. Ну, как вы понимаете, под обаяние аромата этого я не попал. Хотя пытался. Как-то пару раз я прям ему поливался. Я его еще как-то не очень долго с себя слышу. Ну, это, наверное, претендент на выбывание. Понимаю, что это какая-то игра в мужскую классику. Что это, опять-таки, переработка какого-то классического мужского аромата. А, кстати, давайте посмотрим, с чем сравнивают. Ну, да. Да, это я не сам до этого дошел. Так как я Allure Home пробовал, конечно, но плохо знаю. Но 66 человек сравнивают. И вот, по-моему, он у меня вызывает такое же странное, не очень комфортное ощущение. Не слушайте меня. Очевидно, что этот аромат попадает вот у меня в какую-то зону, который мне хочется игнорировать. Мне он не понравился. И давайте сразу расквитаемся с еще одним ароматом, который мне не понравился. Хотя первое впечатление о нем было хорошее. И это у нас а-ля Роуз. Ля Ом а-ля Роуз. Мужская роза. И стартует он очень приятной, классной, свежей, не сладкой, не театральной, не пудровой розой. То есть, действительно, ощущение, что вы зашли в очень холодный магазин с цветами. Знаете, сейчас как все цветочные устроены. Ты захочешь в холодильник, и продавец так нехотя свою теплую жилетку застегивает и идет к тебе из теплого места у кассы. И там, правда, как правило, дубак. И вот этот дубак в сочетании с кучей растений дает какой-то классный такой освежающий эффект. И вот здесь вот именно такая роза на старте. Дальше случается какая-то катастрофа. Вылезают, как меня уже все научили, это и есть оно. Амбра-деревяхи. Ну вот какие-то вот эти амбра-материалы, которые используются сейчас в современной парфюмерии, на которых у многих чуть ли там не аллергия, а отек к венке и чешуйчатая какая-нибудь лихорадка начинается. У меня, к счастью, ничего страшного нет. У меня не перехватывает дыхание. Ну просто это как-то так скучно звучит через 5-10 минут. А вот на самом деле уже минута даже. И уже за этой розой вот проявляется вот какая-то пена для бритья. Не самая дорогая и не самая интересная. И в этом аромате в итоге для меня так мало розы и так много вот этого пенно-бритвенного, недорогого и несимпатичного, что тоже он на меня не сел. Мало того, мне в какие-то моменты казалось, что он очень такой прозрачный. И мне все его не хватало. А читая отзывы, много кто пишет наоборот про его избыточную стойкость. И в какой-то день я его нанес. И я тогда, помню, работал из дома, а не выходил на улицу. И он меня в какой-то момент начал уже подбешивать и поддушивать. Вот этим таким амбаро-древесным, таким вот этим постоянным. Короче, не сложилось. Тоже буду от него избавляться. Остаются два аромата кураджановских, которые буду хвалить. Ну, давайте она. Она, великая и ужасная Бакара Руж. Как ни странно, у меня не было никогда Бакары Руж. Конечно, я знаю этот аромат. Конечно, я знаю миллион его последователей, последователей, которые как бы в самых разных сегментах. И в нише, как ни странно, почти в любой марке есть своя Бакара. И в люксе, и в бюджете везде есть Бакара. Бакара с ананасами, Бакара с разноцветными пуговицами, Бакара с удом, еще какая-то, да? Бакара, Бакара, Бакара. Но, на самом деле, я пробовал уже несколько ароматов в этом направлении, но свое счастье я нашел в классической Бакаре. И, как видите, я ее неплохо тоже поносил. Пару миллилитров. При том, что это тоже аромат, с которым нужно аккуратничать шлейф. Ну, что я вам буду рассказывать. У него очень длинный. Ну, и в своем телеграм-канале я развивал активно эту тему. Вот это противопоставление, что половине людей, он скорее уходит в бинты, в такую как будто чуть ли не удовую вот эту медицинскую часть. Второй половине в сахарные какие-то леденцы, в клубнику, в что-то такое гурманское. Ну, вот сейчас я все больше и больше знакомлюсь с этим ароматом. Я его очень хорошо поносил, прям целыми днями в нем. И не один день я в нем провел. И было супер, кстати, я прям кайфовал. И я как будто бы вот делаю некоторые усилия, чтобы обнаружить здесь сладкие петушки, сладкую часть. Но я уже хочу притормозить, потому что я не хочу, чтобы он становился для меня сладким. Мне нравится, что он бинтовый. Мне нравится его медицинская такая охлаждающая стерильность. Но вот, тем не менее, иногда, да, могу услышать какую-то корочку пирога здесь даже. Или какую-то карамельность. Короче, очень красивый аромат. Пускай мне бинтов будет ровно столько, сколько здесь я слышу их сейчас. С удовольствием буду его носить. Вообще, с легкостью представляю, что за годик сношу эти 11 мл. И буду думать, что дальше. Бакара Руш, Курджан. Безусловный хит. Симпатизирую ему. Не фукаю, никого не стыжу, никого не обзываю. Прекрасный аромат. Да, растиражированный. Да, популярный. Ну, а что вы хотите? Когда в массовой культуре выходит что-то, что действительно грандиозно, оно становится популярным. Это нормально. Пройдет время, и я думаю, что Бакара будет классическим ароматом. Типа пятерки, типа опиума. Ну, вот у каждого времени, типа Энджела. У каждого времени будет какой-то свой аромат. Вот сейчас, я думаю, подходит к концу эпоха Бакары. И я рад, что я к этой эпохе приобщился. Ну, и заключительный Курджанчик, про которого мы сегодня поговорим, это Ут Сатин Муд. Вот мой любимчик, тот, с которого все началось. Я специально его оставил, наконец-то, как диффузность этого аромата должна контролироваться законом, потому что это просто нереально громко всепоглощающее. На ткани остается, на коже остается. Он прям вот везде, вот прям все углы заполняет. И пускай. Это очень-очень красиво. Ну, если мы опираемся на пирамиду, то это Роза и Ут. У меня с Розами сложные отношения. Я, к счастью, здесь Розу не слышу как главную. Она мне здесь есть, конечно, потому что я знаю, что она есть. И я как-то ее могу достроить. Да, в принципе, и Уда как такового я тоже здесь не слышу. Для меня это целостная какая-то композиция, которая пахнет сама собой. Она, безусловно, напоминает какие-то другие ароматы восточного направления. Вот этого Роза Уда шафранного. И, может быть, у Цатин Муд заимствует из этого направления. И Кург Джан его переделал на свой лад. Может быть, Кург Джан задал моду. Я вот тут не очень разбирался в этом вопросе. То есть, как бы, при первом рассмотрении чего-то, ах, какого свежего, удивительно нового в этом аромате нет. Ну, черт, как же он хорош. Я уже пел ему Оды, поэтому буду краток. Ничего не изменилось. Здесь ношу аккуратно на холку. Иногда, если в шортах, даже под коленки. Хотя, наверное, странно этот аромат видеть с шортами. Как будто бы он требует каких-то нарядов. Но я так редко ношу наряды и так сильно люблю этот аромат, что не хочу себя ограничивать. Если мне хочется, душусь с удовольствием. Наверное, я так сейчас могу сказать, что это аромат, который входит в топ-5 моих ароматов. Вот если бы мне сказали оставить 5 ароматов, то среди них был бы Уд Сатин Муд. Друзья, я помню ваши рекомендации попробовать классический Уд или Силк Муд, что-то там. Короче, вот эти все разветвления. Или Уд Сатин Муд Экстракт. Все попробую, пока руки не дошли. Но я думаю, что как раз на сайте Рандву я буду потихонечку себе заказывать новые миниатюрки. И все их пробовать. Кстати, не помню, я, по-моему, об этом не сказал. В наборе-то его нету. Я его покупал отдельно. Хотя, считаю, абсолютно мог бы быть в мужском наборе, в женском. Это чистый унисекс, но это какое-то вот прям жидкое золото, жидкая роскошь. Почему-то со словом жидкое слово роскошь и золото звучит не очень. Согласитесь, как-то так, ну, как-то коробит немножко от него. Ох, красота. Красота за этот только аромат. Я готов простить любые неудачи в этой марке. Тем более, на самом деле, неудач не так уж и много. В целом, я вообще со скепсисом отношусь к вот этим всем наборам. Потому что, когда ты берешь набор от одной марки, как правило, очень заметно становится, как марка, допустим, копирует сама себя. Или как, допустим, выезжает за счет одного-двух удачных ароматов, а все остальные безликие, скучные, вторичные. Ну, вот про Курджана я такого сказать точно не могу. Класс. Мне марка нравится, хочу в нее заглубляться. Как вы понимаете, это немножко рифмуется с моим вот этим трендом и интересом к красивым, носибельным, понятным, породистым ароматам. Снизу будут ссылочки на этот набор, на магазин рандеву и на мой промокод. А мы переходим ко второй части слепых затестов. Я, правда, не знаю, буду ли я их снимать сейчас же или завтра, как пойдет. И пришел новый день. Решил я на другой день записать слепые затесты. Вчера как-то совсем уже было темновато. Здравствуйте, смурфики. Моя синяя лампа на фоне синей стены давала какой-то такой мортальный отблеск к моему лицу. Ну и, в принципе, я был немножко уставший. Сегодня у меня больше энергии, больше сил. Но, к сожалению, легкий дефект речи. Так что внимательные ушки услышат. Потому что я от стоматолога и мой рот еще немножко размораживается от анестезии. Но я надеюсь, что нам это не помешает. У нас сегодня слепые затесты от Вероники. Вероника отправила 6 ароматов. Редко бывают такие маленькие подборки. Но, учитывая, что у нас первая часть видео вышла минут на 40, то в самый раз. Подборка летняя, легкая, ненавязчивая. Про Веронику я многого рассказать не могу. Так как обычно я перед тем, как сажусь снимать затесты, просматриваю переписку с тем человеком, который мне их отправил. А у Вероники стояла плашка удалять спустя месяц нашу переписку. Поэтому там практически нет информации. Кроме того, что какую-то, не помню, какую книгу мне прислала Вероника. И книга эта пришлась мне ко двору. У Вероники есть канал, называется «Ароматные странички». Традиционно снизу в шапке вы найдете ссылочку на этот канал. Подписывайтесь на Веронику в любом случае. Небольшие каналы нуждаются в нашей поддержке и в нашем внимании, чтобы разгоняться и иметь мотивацию больше писать про парфюмерию. И давайте зачитаем вступительную речь от Вероники. Привет! Давно собиралась направить небольшой наборчик на слепые, но все, как-то руки не доходили. Подборка собралась летняя практически, за исключением одного-двух ароматов. Надеюсь, что за тесты получатся интересными, ну или ворчливыми. Ну уж как пойдет. По поводу книги долго сомневалась, потому что с большей вероятностью с этим произведением ты уже знаком. И не исключаю, что оно даже есть на полке. Но думаю, что в любом случае найдешь применение или отдашь кому-то. С уважением, Вероника, Aroma Pages. Ну, сначала общая, в принципе, я уже отчасти сказал. Подборка фруктовая, как будто бы не очень дорогая. То есть, сегмент либо люкс, либо масс-маркет, в основном, как мне кажется. И как будто бы не очень современная. Но при этом и не винтаж. То есть, как будто бы здесь много таких ароматов в конце 90-х, начало нулевых. Пришло время проверить эти гипотезы. Аромат номер один. Кажется, этот аромат показался мне довольно противоречивым. Я делал к нему несколько подходов, и всегда он мне звучал как-то по-новому. Посмотрим, как он будет звучать сейчас. Когда я только познакомился с ним, мне показалось, что здесь в основном только цитрусы и ветивер. Сейчас я довольно отчетливо слышу перец. И уверен, что перечные какие-то ноты здесь есть. При этом сама структура этого аромата, она скорее действительно колоневая. Он такой свежий. Я думаю, что абсолютно точно он входит в те ароматы, которые Вероника имела в виду как летние. Я думаю, что какие-то цитрусы здесь, конечно, есть. Какие-то, я думаю, не сильно затейливые. Бергамот и Лимон. Предполагаю, что может быть здесь есть ветиверная нотка. Потому что вообще какой-то своей частью этот аромат дает такое ощущение цитрусово-ветиверного классического мужского люксового свежачка. Моя версия была, что это какой-нибудь люкс конца 90-х, может быть, начало нулевых. И почему-то меня уносят в Ив Роше. Я со скепсисом отношусь к этой марке, но на самом деле, когда я подхожу к парфюмерной полке и нюхаю ароматы, то, в принципе, это не такие плохие ароматы, как будто бы это такой нижний сегмент люксика. Они достойные, они какое-то время вполне себе держатся на коже. И, ну, они не пахнут ужасно. Они пахнут довольно-таки привлекательные и симпатичные. Вот почему-то меня относят к какому-то такому масс-маркет сегменту, но качественному. То есть это не какие-то плевашки за 300 рублей. Ну, вот это вот вы поняли, да? Какая-то грань между масс-маркетом и люксом. В принципе, есть какое-то количество марок, которые непонятно куда отнести. Они как-то вот и застряли между этими двумя категориями. Но, что меня удивило, когда я положил этот блотер отдохнуть, то в базе он скорее мне уже показался женским. Он приятный, спору нету. Никакого, не знаю, отторжения он у меня не вызывает. Но, наверное, скучновато. Я честно скажу, что вряд ли я бы его носил. И это не та простота, которая меня порой манит в ароматах. Еще я думаю, что такое могло бы быть в 47-11, наверное. Ну, вы поняли, да? Какую-то вот такую направленность, как я ощущаю этот аромат. Последнее, что может быть предположу, что может быть здесь есть грейпфрут. Вот сейчас я нюхаю, и как будто бы вот такая немножко появилась легкая-легкая горечь специфическая вот этих перепонок грейпфрутовых. Ну, давайте смотреть. Да, это люкс. Йоджи Ямамото Нау Нес. Ну, не сказать, чтобы этот аромат можно было отнести к нижней границе люкса. Ну, хотя и не к верхней. Йоджи Ямамото, мне кажется, где-то посередине. Вероника Нотэ брала с какого-то другого сайта, и мои глаза, знаете, непривычно воспринимать такие пирамиды. Для меня это аромат зеленой травы, на которую рассыпали банку со смесью перцев. Перца, согласен, взяла вслепую. Я, кстати, никогда не слышал про этот аромат, так что, в принципе, у нас сегодня премьера, мое знакомство с этим ароматом. К марке я отношусь довольно спокойно, пока не было ни одного запуска у них, который поразил бы меня, и возникло бы желание ставить его на полку. А, Вероника сделала такую пирамиду, потому что на фрагрантике нету пирамиды на этот аромат. Ну, ладно, тогда посмотрим. Довольно много цветов, которые я здесь не услышал. Ну, вот, может быть, база, которая мне показала женская, да, она такая абстрактно-цветочная. Черный перец, розовый перец, ветивер, бергамот, лимон. Ну, в принципе, я довольно много назвал нот. Аромат номер два определенно более затейливый. Я сразу скажу, что он меня отсылает к Вуманити. Из всех ароматов, которые я пробовал, наверное, больше всего на него похож. С другой стороны, как-то более гурманский он, что ли, сделан, хотя и Вуманити гурманский. Не пойму, ну, короче, вы поняли. Это такая акватика, причем акватика современная, не из свежаков 90-х, а вот эта кальмароподобная. Ну, впрочем, довольно чистенькая, никакой грязи здесь нету. Хотя у меня есть немножко ощущение, что в последнее время вот эти грязные морские ароматы как-то для моего носа стали привычнее и более чистыми. Так что, может быть, и кальмароподобная грязь, просто я ее перестал так считывать. И вот эта сладость, которой параллельно этому морю довольно много, вот я не знаю. Ну, наверное, ваниль легче всего назвать. Какая-то есть еще свежесть здесь, таких красивых, чистых, бальзамических нот. Может быть, какой-нибудь амбра. Приятно. Из раза в раз попадаются мне какие-то ароматы этого направления. И все, я думаю, что надо бы мне попробовать осмелиться уже носить такое. Ну, вот пока рука не тянется. Даже с туберозами в какой-то степени я примирился. Вот с морскими нотами все никак. Ну, вот эта сладость, которая сопровождает эту акватику, она какая-то такая нежненькая, что меня все-таки скорее в люкс уносит. Мне не кажется, что это какая-нибудь экспериментальная сложная ниша. Я думаю, это люксик. А вот какой люксик? Даже в Уманите, мне кажется, звучит более экстремально и экспериментально. Вот сейчас я не брызгал его на руку, а дома брызгал. И с руки мне вот этой свежести еще добавил какая-то фужерная, возможно, часть. Возможно, даже лавандочка. Вообще звучит как супер какой-то ароман, да? Море, лаванда, ваниль и амброчка. Идеальные четыре ноты, казалось бы, вместе взяты. Но сейчас посмотрим. Я, кстати, думаю, что это один из тех ароматов, которые я ставлю себе, чтобы как-то поразнашивать его. Все-таки я понял, что я не могу по отливанту, когда я не знаю бренд, когда я не знаю форм-фактор, цену этого аромата, сказать, точно я буду за ним гоняться. Точно он мне нужен. Все-таки, как я и говорил уже в первой части видео, мне важно такое целостное впечатление от продукта, чтобы и флакон соответствовал, и какая-нибудь легенда, и название. Вот. Так что, нужен мне этот аромат или нет, я вам скажу после того, как мы узнаем, что это. Возможно, тут тоже есть перец, потому что легкая такая вот приятная перчинка, как будто бы нос покалывает. Из тех сравнений, которые я обнаружил дома. Немножко похож на Нептуна от Nish End, но вряд ли такая редкость. И этот нишент, в свою очередь, на фрагрантике сравнивается с Армани Приво Блю Туркиос. Может быть, это он, потому что по пирамиде прям идеально подходит. Соль, перец, ладан. Ну, давайте смотреть. Нет, это все-таки люкс. Не так уж плохо, я прошелся по нотам. Смотрите, соль есть, я ее читал. Черный перец, белый перец, розовый перец. Перчики мы упомянули. Вместо рыжей амбры, которые я имел в виду, здесь есть серая амбра. Комси-комса, не будем, конечно, засчитывать, но где-то близко. Ну, ладана нету. Это у нас Reveal от Calvin Klein. Слушайте, ну, учитывая, что этот аромат люксовый, учитывая, что он находится на нижней границе люкса, опять-таки, он очень достойный и круто звучит. Кстати, он для женщин маркирован, а по мне так унисексовый. Люблю этот парфюм в морозы, прямо минус 30 и ниже. Это где ж такие морозы? В Москве редко случаются такие морозы. Ассоциируется с холодным пляжем Северного моря, на котором лежат просоленные от морской воды камни и острова деревьев. Они же плавники. Это у нас аромат 2014 года, так что, может быть, зря я его так уверенно записал в современную акватику. Ну, и я смотрю, с чем его сравнивают. Самый популярный аромат – это, собственно, Блю Туркиос. Так что я был близок, но просто про этот я даже не знал про его существование. Точнее, судя по некоторым галочкам, которые есть на фрагрантике, знал, но забыл. Еще его сравнивают, конечно, с Вуманити, с Кальмаром тоже немного его сравнивают. Ну, блин, для аромата, который вышел 10 лет назад, вообще-то он суперский. Интересно, он снятый или нет? Сейчас быстренько гляну его актуальную цену. Судя по всему, он еще и не снятый, потому что на рандеву до моей скидки он стоит 6800. То есть за 6 с небольшим соточка получится. Очень хороший вариант. Ну, пожалуй, я этот отливант сношу, и дальше уже буду фантазировать, нужен он мне или нет. Что-то я вам сказал, что эта подборка, ах, какая простая. А сейчас я вспоминаю третий аромат, и думаю, блин, нет, вообще она нифига не простая, потому что третий аромат меня озадачил. Сейчас я буду про него рассказывать, и вы услышите, насколько меня штормило от одной категории к другой, а между этими категориями просто пропасть как стилистическая, так и финансовая. А сейчас вообще каким-то третьим образом он мне раскрывается. Сейчас очень сочный фруктовый старт. Кто это за фрукты? Может быть, это какие-то нектарины. Очень сочные. Вот я вчера ел такие вкусные-вкусные нектарины с отличным балансом сладкого и кислого. То есть ты их ешь, и понимаешь, что они зрелые, сладкие. И где-то позади кислинка, которая не дает вот этому вкусу вскатиться в такую вот посредственную сладость конфетную. Очень было вкусно. И здесь что-то такое похожее. Короче, когда я в первый раз подошел к этому аромату, меня отнесло в какой-то классический, ну не сказать одеколон, а такой мужской парфюм. И опять какой-то флэшбэк в Арбат Престиж. Что-то слишком часто меня туда флэшбэчат. Каким-то, я не знаю, то ли вот этим, знаете, уродским табачным флаконом, то ли какой-нибудь кафе-каф. Ну вот что-то из тех времен с таким тоскливым, каким-то пряно-смолисто-кожано-замшевым, таким звонким аккордом. Еще этот аккорд мне хочется описать через классическую отдушку армата Old Spice. Вот если вы пробовали его когда-нибудь, мне кажется, вы поймете. И вот так как-то уверенно я записал этот аромат в незатейливый, дорогой мужской люкс. Потом оставил блотер и пару раз к нему подходил. И если поначалу как-то продолжал развивать эту линию, писал вот какие-то опять ладошки такие грязноватые, дешевая ваниль из нот, которые я здесь назвал лаванда, густые специи, кожа замша, фиалка может быть, сладкий, насыщенный, какой-то влажный. А потом этот аромат полежал у меня, ну не знаю, час. Я подхожу и слышу бракен, женский причем, кислый порошок, с одной стороны очень кисло-ягодный, с другой стороны такой щекочущий нос своей синтетической порошковостью. И вот сейчас у меня эти две картинки соединились, потому что я слышу и то, и то. Ну, вы понимаете про разброс, да? Какой-то очень дешевый мужской ретро-люкс, ну как ретро из 90-х, и какая-то затейливая ниша. И вот с этим разночтением я так и остался, я вообще не могу понять, что это. Вот пишу, что чем дальше, тем менее простым он мне кажется, и все больше начинает нравиться. Загадка? Загадка. Очень странный фрукт во всех смыслах. Давайте смотреть, что это. Допускаю, что я сейчас сяду в лужу максимально. Короче, ответ не уносит меня ни в первый, ни во второй вариант, но мы сейчас посмотрим, с чем его сравнивать. Это бренд у нас Maori Collection. Если не ошибаюсь, это Терренцовский бренд, хотя сейчас проверим. Аромат называется Aqua. Ну, на старте есть цитрусы, которые, впрочем, для меня не так здесь прям очевидны, и красное вино тоже совсем нету. В сердце такая фужерная большая часть, амбра и ирис. Что пишет Вероника? Минералка без газа с цитрусами. Постоянные качели, нравится, не нравится? Ну, про качели я согласен, даже и нравится, и не нравится, и что это вообще такое за зверь, такой странный, стилистически, какой-то такой разорванный, относящий к абсолютно разным сегментам и направлениям. Но меня интересует, с чем этот аромат сравнивают. Да, Терренцов делал этот аромат. В сравнении, к сожалению, хрен да ни хрена, один человек сравнивает с Le De Hespiritz от Diptyk. Ну, я его не знаю. Аромат номер 4. Он прикольный, наверное, мне один из моих фаворитов сегодняшней подборки. Не то, чтобы я думаю, что я буду его носить, но он очень необычный. Ну, давайте так, я сейчас слышу уже ту ноту, до которой я дошел, когда его разнашивал, но расскажу вам по порядку, как знакомился с этим ароматом. Я его нанес, сразу мне показалось, что это какие-то лактонные фрукты, потому что здесь есть вот такая сглаженность молочная, сглаженность какого-то вкусного йогурта. Вероятно, персики, то есть йогурт у нас персиковый. Это первое, что мне пришло на ум. Дальше я вглядывался в него и думаю, ну, может быть, это инжир такой, потому что инжир нередко дает такое молочное немножко ощущение. Наверняка на старте есть какой-нибудь бергамотик, может быть лимон, но я думаю, что скорее бергамот. И он дает этому аромату такую свежесть, одеколонистую, приятную. А дальше, собственно, та нота, которую я хочу назвать, это кокосовая нота. И она вот прям заполоняет весь этот аромат. Знаете, есть такая вода, кокосовая вода в алюминиевых банках, и она почему-то чаще всего попадается мне на глаза во всяких тайских точках общепита. И, кстати, это очень хорошо сочетается с любой вот какой-нибудь острой лапшой. Супер запивать, как будто бы эту остроту вот эта кокосовая вода придавливает. Вот и ощущение этой кокосовой воды действительно у меня и остается от этого аромата. Кто бы мог такое сделать? Вот у меня три варианта. Смотрите, по вайбу, по звучанию, по структуре как будто бы очень похоже на Джо Малон. Я не супер знаю эту марку, но вот эта натуралистичность, сочность и как будто бы естественность этого звучания допускаю, что это Джо Малон. Дальше я знаю, что в Аква Аллегории есть какой-то хит кокосовый. Может быть, это он. Я даже где-то его записал, сейчас скажу. Coconut Fits. Но вряд ли, потому что я посмотрел, как люди оценивают этот аромат и в основном все пишут, что он женский. А для меня это в чистом виде унисекс, потому что с одной стороны вот эта фруктовая молочность, она чуть более феминная, а вот эта одеколонистая шершавость бергамотная, она вполне маскулинная. То есть это прям чистый унисекс. Ну вот так вот. Прикольный аромат. Какое-то такое от него ощущение том-ямное с одной стороны. Ну может быть, это какая-то моя личная гастрономическая ассоциация. С другой стороны вот такие какие-то тропические фрукты. Мне кажется, он классный на лето, когда не хочется бодриться цитрусами, не хочется вот прям что-то противопоставлять этой жаре, а когда хочется раствориться в ней, знаете, как вот нож в масле. Ну, давайте посмотрим. Мне этот аромат понравился. да, я не знаю, что это. Это у нас Nature Insolent от Maison Matin. Мне знаком этот бренд, ни один аромат я не нюхал у них, но периодически встречаю его у блогеров парфюмерных, потому что очень яркие флакончики такие необычные. Ну, вы видели, я вставил картинку и по-моему он не очень дорого стоит. Смотрите, нету здесь ни инжира, ни кокоса, есть дыня. Видимо, вот это какая-то тропическая нега, в которую проникает нож, это была такая переспелая дынька. Мята. Ну, наверное, на старте цитруса, бергамот, лимон. Мята чуть-чуть может быть оттеняет, но уж прям ее называют такой популярной. Я не знаю, я не услышал здесь такой свежести. То есть, он в первую очередь для меня, конечно, вот такой какой-то гурманский тропический смузи. И не даром здесь есть мед, да потому что, смузи или как-то он называется манговый ласса, в него мед добавляется. ландыша я здесь не слышу. Обожаю, этот цитрусовый лимонад мгновенно поднимает настроение. Ну, окей, нет, опять-таки, никаких сравнений, подтверждающих мои какие-то взгляды на этот аромат на фрагрантике нету, но с другой стороны это же полезно увидеть разные взгляды на какой-то аромат. Даже если все слышат здесь лимончик, прикольно, что я услышал здесь что-то другое, возможно, и для вас этот аромат раскроется более сложно. Кстати, дыня, это в принципе та нота, которая меня манит очень в парфюмерии. Я помню, в шанелевском кристалле она есть и прям хороша она там. Пятый аромат какой-то до боли знакомый, мне кажется, таких ароматов очень много. Он пахнет амброй, ванилью, возможно, немножко цианидной вишенкой или миндалем или гелиотропом. Но я ставлю на то, что амбра и ваниль это две главные ноты. И вот они так сплелись в этом дуэте и не разлепляются от начала и до конца звучания аромата. Я, если помните, последние затесты, которые я снимал на даче, я ругал там какую-то ваниль от Герлен, который мне звучит примерно в эту же степь. Ну, видимо, я как-то вот не могу обнаружить вот эти какие-то тоненькие различия, которые позволяют дешевый ванильный аромат отличить от дорогого ванильного аромата. Они мне как-то в один кластер все слились и звучат очень похоже. Честно говоря, даже не знаю, что еще сказать. Вот написал, что даже на Грансуар он в общем-то похож, в первой части я рассказывал. Ну, что-то такое, но я не думаю, что это он. Это как-то более феминно звучит. Но вот в одной степени для меня. Пишу, что особо в люксе, кстати, такого не помню. Так что это либо бутиковая линейка, либо такая нарядная какая-то ниша. Она может быть и стоит дорого, но ориентирована на людей, которые любят ароматы такие несложные, понятные, приятные. Ну, уверен, что комплименты обеспечены. Но мне дешевит. Я, кстати, давайте так, я все-таки определюсь и поставлю, что это не в хорошем масс-маркете. Это приятно и все. И все. Больше мне сказать нечего. Уверен, что у него полно почитателей. Мне такое не очень интересно. Давайте смотреть. Это Эль Амбра Ароса. Единственный араб на полке. Не уверен, что надолго задержится. Чувствую в нем специи и алкоголь, а заявленное в пирамиде нет. Ну, судя по всему, это недорого. И я был прав. Давайте это недорого. Хотя, конечно, совсем не бюджет. Ну, вот, на Литуале он стоит 5700, а на Аллор Парфюм 4900. Ну, в принципе, это не то, чтобы бесплатно. Я, когда говорил про бюджет, думал, что это может быть аромат там за 2-3 тысячи. Ну, нормальный, но я тоже думаю, Вероника, что он у тебя на полке задержится ненадолго, и, наверное, его там уже и нету на сегодняшний день. Остался один только аромат. Я про него написал меньше всего. Что-то какой-то мне показался невнятный. Возможно, сейчас он как-то раскроется, и я смогу больше про него рассказать. Блин, зачем я на блотер себя брызгаю? Следующие затесты усложняю себя. Он горький, и вообще вот старт у него начинается какой-то гвоздикой, такой рисковатый, и относит меня вообще в какую-то классическую, женскую, такую строгую парфюмерию, чуть ли не в красную Москву. Ну, конечно, это не он, но вот такой брутальный какой-то цветочный горьковатый старт. Но это попперс эффект, секунд на 10-15. Дальше начинается какая-то сладкая история, гурманская, может быть, и какие-то смола, и почему-то это горчит как-то все, и тоже не очень дорого. Вот я бы, кстати, тоже поставил, что это мог бы быть араб какой-нибудь, потому что как-то это все такое, кюхля, такой немножко он разваливается. Ну, вот пишу, что это терпкий апельсин, вероятно, слегка гвоздичный, как будто бы глинтвейн сварили на свежевыжатом апельсиновом соке. Какой-то скучноватый. Да, вот сейчас цитрусы вылезают, такие блеклые, неинтересные красные апельсины. Мне не нравится. Легкая, как будто бы алкогольная здесь есть, но видите, меня в глинтвейн унесло, но может быть и коньячность. Наверное, из шести ароматов предыдущий, я как бы, ну, не то чтобы ругаю, ну, просто он как бы обыкновенный, но он приятный, а этот, ну, я бы точно не стал его на все, хотя с другой стороны, вот, прямо сказать, что он неприятный, да тоже, наверное, нету, наверное, могу себе представить, что если бы я его в шлейфе услышал, ну, может быть, было и ничего. Безликий, цитрусово-гурманский, сладкий, может быть, слегка смоленистый, недорогой аромат. Да, при этом он за миллионы. Это у нас Love is in the air от House of Celash. Монструозные абсолютно флаконы, может быть, их надо подержать в руках, но на фотографиях это выглядит ужасно. Взяла набор миниатюр, странный аромат, каждый раз садится по-разному, то слышат цитрусы, то кремовость, вроде интересные, но что-то не то, вообще не то. Господи, он еще и голубого цвета. Вот зачем они делают такие флаконы, я не знаю, друзья, может быть, найдутся адвокаты этих флаконов, может я не прав, но вот флаконы выглядят как будто бы подружка запустила свою какую-то такую девчачью линию таких парфюмов затейливых. Сравнение тоже неинтересное, так что предлагаю пройти мимо этого аромата. Вероника, спасибо, такие затесты тоже полезные, такие коротенькие, не нагруженные каким-то большим объединяющим их смыслом, быстренько поразвлекались и разбежались. На самом деле, если подводить итоги, я всерьез подумаю про Кельвин Клейн, как-то он приятным образом меня впечатлил, может быть, за такие деньги даже он появится у меня на полке, но это не точно. Вероника, спасибо, друзья, и вам спасибо большое за внимание, вот такое у нас сегодня получилось разрозненное видео, надеюсь, каждый из вас нашел какой-то кусочек, который был ему особенно мил и люб, ну а я вас обнимаю и до встречи, надеюсь, на следующей неделе. Пока-пока!